Меня зовут Галина. Вы откуда? Я из Украины. Здорово! Откуда вы узнали о Михаиле Шестере и почему решили приехать в Нью-Йорк? О Михаиле узнала из фейсбука. Совершенно случайно. И заинтересовала его методика. Зашла на Михаила страницу в интернете, перечитала практически все, что там было, пересмотрела ролики и очень заинтересовалась. Потому что это уникальная методика. Как на меня, такого никто не делал. Понятно. Вам английский для чего нужен? Для общения, для работы, для общения. Это самый популярный язык в мире. У вас работа напрямую связана с общением на английском языке или это как бы расширение возможностей? Наверное, возможности. Вы планируете переехать куда-нибудь в ближайшее время? Возможно. Понятно. А вот в профессиональной точке зрения пользоваться литературой на английском языке имеет смысл? Конечно. Конечно. Потому что даже в моей профессии много документов наших переводится с английского языка и имеет смысл просто даже читать в аргенале. Понятно. И вот то, что мастер-класс проходил в Нью-Йорке, вас не смутило, что нужно лететь через океан? Абсолютно. Здорово. Потому что, во-первых, ты в среде. Это раз. Во-вторых, сразу можно попробовать и как это проговаривать и как ты слышишь то, что говорят носители. Вы уже попробовали за это время? Здорово. Как были ощущения? Как вас восприняли носители языка? Во-первых, уже слышала эти связки, о которых Михаил Юрьевич говорит. Это хорошо. Потому что до этого момента было очень тяжело. Во-вторых, пробую говорить правильно, так как Михаил Юрьевич нам рассказывал. Это тоже хорошо. И отметила, что уже меняется произношение правильно. Это радует. Здорово. А у вас появились друзья в Америке? Да. Вы прямо так завели дружбу? Конечно. Здорово. Как вам вообще мастер-класс? Не было ли сложно? Было ли, насколько это интересно? Насколько это отличается от всего того, что вы слышали раньше? Пробовали вы что-то раньше для Михаила? Пробовала многое разного, но такого эффекта и такого интереса не было, наверное. И было ли тяжело? Наверное, немножко было. Но у меня очень большой интерес именно выучить английский. Поэтому я как губка воглащала все. Думаю, как бы результат будет. Конечно, надо дальше упражняться, заниматься. Но у меня цели есть. Так что я достигнула. Не тяжело ли было четыре часа говорить бесперестанно? Для меня нет. То есть хорошо прошло? Да. Не физически сложно? А, ну вы, наверное, ведь еще и отдыхали, гуляли, не работали? Ну, по-разному было. Но, в принципе, четыре часа – это нормально. Это нормально. Да. Что-нибудь особо яркое, какие-то конкретные вещи в голове сейчас могут всплыть у вас? Вот такой вот секрет, который открылся только здесь, и вы его смогли понять, применить. Что-то прям конкретное? Конкретное. Ну, у меня некоторые фразы до темы уже получаются автоматически. Некоторые слова тоже автоматически я уже знаю, как правильно проговаривать. Это хорошо, это меня радует. Вот. Ну, я думаю, еще перейти будет много открытий. Понятно. Вот сейчас был урок о машинописи. Как вам машинопись? Как она сильно изменила ваше представление об использовании клавиатуры в жизни? Я пробовала сама. Десять пальцев, то есть, ну, как бы, научиться выучить, но больше четырех я задействовать не могла. То есть, два там, два на одной руке, два на другой руке. А здесь уникально. Это, конечно, очень круто. И если потренироваться и довести до автоматизма, я думаю, это будет все, кто прошел. Ну, вот, кроме владения клавиатурой, этот навык, что еще обеспечивает? Ну, во-первых, скорость набора. Это память, как пальцы должны делать. Это заучивание новых слов тех же. Это хорошо. Планируете ли вы советовать метод шества своим друзьям, близким? Однозначно. Потому что я получила огромное удовольствие. И я не собираюсь останавливаться на этом. И все, что буду, все, что смогу вытянуть из этой методики, я для себя возникаю. Понятно. Может быть, что-нибудь пожелаете маэстро, команде счастья? Конечно, огромного здоровья и успехов. И придумать что-то новое для того, чтобы нас тоже новым чему-то учить. Учиться никогда не поздно. Это хорошо. Субтитры подогнал «Симон»!